Привет! Вы на техническом канале компании «АвтоСтронг-М». Посмотрите на наш огромный склад, где находится 100000 запчастей, которые вы можете заказать у нас по телефону. Либо зайти на наш сайт и оставить заявку. А также у нас есть быстрая доставка. Огромное спасибо вам за ваши многочисленные и отличные комментарии. Поэтому для наших любимых подписчиков мы приготовили что-то особенное. Встречаем MINI 1.6. Наверное, только истинные фанаты MINI знают, что под капотами One, Cooper и Cooper S начала 2000-х стоит бензиновая четверка, которая создана американцами и производилась в Бразилии. Этот двигатель был создан совместным предприятием Trite, основанным в 1997 году автогигантом Chrysler и хромающим ровером. Когда компания BMW выкупила марку MINI, то ей пришлось поддержать проект Tritec, чтобы маленькие автомобильчики не остались без моторов. История гласит, что этот двигатель был разработан американскими инженерами для эксплуатации в Южной Америке и Европе под нормой Евро-3. Поэтому двигатель получился архаичным, простым и очень надежным. Двигатель Tritec Motors имеет кодовое название Pentagon. Двигатель 1.6 устанавливался на MINI с 2000 по 2006 год. Также есть версия 1.4 и модифицированная версия 1.6 с приводным компрессором Eton, который развивает до 218 лошадиных сил. Компания Chrysler ставила этот двигатель в атмосферном варианте 116 лошадиных сил на 5 Cruiser и Neon 2. В 2006 году этот двигатель был продан двум китайским компаниям и также ставился на Chery A11, A15, Elefant 520 и A620. Как мы уже и говорили, двигатель получился архаичным. Итак, чугунный блок, алюминиевая ГБЦ, один распредвал, 16 клапанов, сдвоенные модули зажигания. И этот двигатель был один из первых в Крайсеровской линейке, в котором была применена электронная дроссельная заслонка. Дорогостоящих проблем у этого двигателя нет, а все недостатки уже хорошо изучены. Среди ранних моторов встречались бракованные, а именно находили те, у которых замята прокладка ГБЦ. Но, соответственно, ходили когда? Когда мотор капитален. Этому двигателю достался крайне неудачный расширительный бачок охлаждающей жидкости. Дело в том, что он течет по некачественно спаянному шву и текут даже новые оригинальные бачки. Поэтому владельцам MINI приходится менять этот бачок каждые 1-2 года либо ставить неоригинальный алюминиевый бачок, если они любят отжигать на заряженных MINI и боятся перегрева двигателя. Этот двигатель известен еще и тем, что у него выходит из строя бензонасос. Если двигатель заводится утром плохо либо дергается при разгоне либо не заводится вообще, то надо проверить давление топлива к рампе. Если давление меньше 3-3,5 бар в зависимости от версии двигателя, то пора менять бензонасос. Так как в «АвтоСтронг-М» есть все, мы сейчас вам покажем очень интересный девайс, который является статьей расходов для владельцев MINI и выходит из строя каждые 50 тысяч километров. Встречаем электрогидроусилитель. По сути, это тот же гидроусилитель, только приводится в движение не ремнем от двигателя, а электромотором. Из-за поломки электромотора на ходу руль тяжелеет, а карман владельца пустеет. Сюда устанавливается вентилятор охлаждения электромотора. Из-за грязи в моторном отсеке он может заклинить. Бывают случаи, когда он не выключается при отключении зажигания и высаживает весь аккумулятор во время ночной стоянки. Сейчас будем звать Пашу, а я пока это отнесу на продажу. Как и на любом другом моторе, дроссельная заслонка иногда нуждается в чистке для предотвращения ее заклинивания. Симптомы заклинивания мотор не едет и вяло реагирует на педаль акселератора. Также в заслонке может разрушаться вот этот разъем. Тогда на ходу появляется много ошибок и машина просто не реагирует на газ. Эта неполадка может пропадать при перезапуске двигателя либо при подключении вот этой фишки. Но возникать вновь и тогда надо менять этот разъем либо же дроссельную заслонку целиком. Топливные форсунки нуждаются в чистке, хотя симптомы загрязнения еле заметны. То есть это вялые отклики на педаль газа и повышенный расход топлива. Также изнашиваются вот эти уплотительные колечки, из-за чего топливо может попасть во впуск. Также симптомы, вызванные плохой подачей топлива, могут возникать из-за регулятора давления топлива. Катушек зажигания здесь две. По высоковольтным проводам каждый из них зажигает по две свечи. Разумеется, в момент зажигания рабочая топливная смесь только в одном цилиндре. То есть вторая свеча работает в холостую, а в холостую это плохо. Тех, кто не верит, что мотор Крайслеровский, посмотрите нашу разборочку двигателя с Крайслера Pacific. Здесь схожая конструкция, один распредвал и массивные большие верхние рокеры. Известны редкие случаи, что ролики разваливаются и тогда коромысло и кулачок буквально обгладывают друг друга до тех пор, пока клапан не перестает открываться. И в таких случаях надо менять распредвал и пострадавшее коромысло. И у нас состояние роликов без замечаний. . Вы и поэтому я посмотрите на лук на чай. Насedo и то отрезаем их. И так, что я не хочу, если вы хотите, чтобы вы можете увидеть, что вы всегда будете употребляться. У меня это не могу. И вот я всё в идеале. И вот и вот я так, я хочу. И вот так, я думаю, я хочу. У меня, я хочу. Цепь ГРМ на двигателе 1.6 получилась не вечной. Она обычно растягивается при пробеге в 200 тысяч километров. При этом она начинает шелестеть на холодную и появляются ошибки по двигателю из-за сдвинувшихся фаз газораспределения. ДИКТОРОМОБЩЕНИЕ ГРМЕЕТСЯ Также ГБЦ может преподнести неприятный сюрприз в виде трещин, которые идут от свечных каналов. На пробеге в 200 тысяч километров этот мотор может начать есть масло. Но всему виной могут быть маслосъемные колпачки. В этом случае поменял колпачки и поехал дальше. Те, кто не верит, блок у нас чугунный. По состоянию цилиндров у нас вопросов нет. Существуют здесь небольшие мини заполированности и по донышкам поршней можно сделать вывод, что горел здесь не только бензин, но и масло. Этот двигатель не требовательный к маслу и главное менять его вовремя. Но в нашем экземпляре маслосъемные кольца залегли, что явилось причиной нагара в камере сгорания. И, кроме того, на вкладышах первого шатуна мы видим износ. Паша, это обязательная процедура. Желательно. В смысле? Достать бы щуп. В принципе коленвал у нас хороший, но настораживает небольшая заполированность на первой шатунной шейке. Разборка закончена и сегодня мы разобрали интересный и в целом надежный мотор, если, конечно, на нем не отжигать, как отжигают многие владельцы заряженных MINI. Если ты хочешь знать о моторах все, обязательно подпишись на наш канал, заходи на наши соцсети, заходи на наш сайт, смотри наш проект EBIT и CRUSHIN. Скоро выйдет четвертая часть. И помни, что с тобой была есть и будет компания «АвтоСтронг».